Почему молодёжь часто инфантильна и безответственна? По очень простой причине. Папеньки и маменьки безответственны. Один-два ребёночка, один – это божок, ну, и двое тоже. Это божки. Если в деревнях, вы знаете как, в деревнях было, в наших, любой человек мог остановить любого ребёнка, если он вёл себя не так. Любой! И мог ещё за уши отодрать, как говорят. И самое страшное было – скажу родителям, о, ради Бога, только не говори папе и маме, только этого не говори! Вот, что было. Теперь, что вы? Родители придут, как тигры, как вы смели тронуть моего ребёнка, сделать ему замечание, замечание сделать! Что вы? Вот, по какой причине! А дома полное благополучие! Всё! Благополучие в каком смысле? Детей не приучают никакому труду! Они как баловни судьбы! Их одевают, кормят, поют, создают максимум комфорта, насколько это возможно только, и всё! Всё это, оказывается, порождает, порождает вот такую безответственность! Он ни за что не отвечает! Вот в чём дело! Это вот такая беда, я бы сказал, ошибка нашего сознания, человеческого сознания. Мы не понимаем, что тёпленькая водичка в ванне, она может быть только иногда, и что тонизирующим-то является как раз прохладный душ. Посмотрите в деревнях, как трудились! С детства! И вырастали люди какие! А теперь нет! Теперь комфорт! Теперь подавайте машину! Ну, я говорю, конечно, об очень многом, особенно о городах крупных, больших, где люди обеспечены много, и вот в этих обеспеченных семьях как раз мы встречаем более всего вот такого явления, о котором вы говорите – и безответственности, и инфантильности! Ничего не надо! Всё даётся! Я помню, Хемингуэй писал, что это обеспеченные люди, но он говорил, в нашей семье было трое или четверо детей, каждый из нас знал свои обязанности. Одна моя сестра обязана была мыть посуду, другая моя сестра должна была проводить уборку. Я, пишет он о себе, должен был ходить, по-моему, кажется, за три километра, вот я боюсь точно сказать, расстояние такое приличное – ежедневно за молоком на ферму, хотя можно было приводить. У всех было дело, все были обязаны что-то делать! Это крайне необходимо! А в городских условиях, я вам скажу, в квартирах живёшь, что это всё отпадает! Что делать? Вот отсюда и получается инфантильность и безответственность! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...